ребят всем привет сегодня нас очередной разбор гаража гараж 305 нас попросили его разобрать наследники работаем по старой схеме все продаем очищаем а деньги делим пополам гараж довольно таки большой и он с машиной в нем стоит советская машина и она даже сказали в нормальном состоянии сейчас откроем и все посмотрим вот такой лазь даже по моему росту маленькая калитка гараж очень большой 44 метра и он весь забить хламом а вот здесь притаился москвичок 2140 приятного терракотового цвета наверное калитку давно не открывали она уже закисло еле-еле открыли сейчас попробуем открыть створки ворот пока непонятная для нас система открытия створок надо будет поработать лопаткой вот он красавчик и так а Вот такой динозаврик нам достался. Первый раз у нас москвич. Были волги, жигули, а вот москвичей не было. Сейчас откроем капотик и посмотрим, какого он года. Табличка СССР, знак качества 1987 год. Движочек немного запыленный, как и сам москвич. А вот здесь на воздухане кто-то хотел изобразить знак радиации. А, это, наверное, как раз было после Чернобыля, 1986-1987 год. Здесь мы видим присутствие кошек, их лапки. Ну, наверное, и хвостатые братишки здесь тоже оставили следы. При входе нас встречают двери серые от Яразика, кардан, какой-то неведомый чермет, рессоры, прикрытые заботливо старой сидушкой, которую только можно уже выкинуть. Новая покрышка, завернутая в бумагу, плафончики, резинка с москвича и, наверное, резинка с Волги. Глушитель старый, ржавый. Я думаю, что это не более чем чермет. Сидушки. Сидушки причем не от этой машины. О! И, кстати, вот здесь советское кресло винтажное. А вот это сидушка похожа на Волгу. Вот это, кстати, или Рафик, а может быть даже и Яразик. Сейчас пойдем на ту сторону и посмотрим, что у нас в коробочках. Стеллаж. На стеллаже хлам, дырявая крыша и очень много пыли и тополиного пуха. Он здесь просто везде. Корзины, колодки, резина. Вот, кстати, такая резина была у меня у Бати на Жигулях. Кстати, довольно-таки была неплохая. Даже с Зимой на ней катались. По очертаниям на ощупь я понимаю, что это фары. Ободки. Передняя балка. Суппорт. Ну, здесь, как говорит у нас Никита, детоли, радиаторы. Задний мост. И вот что-то интересное может быть в этом синем ящичке. Но туда пока мы не добрались. А доберемся мы тогда, когда вытащим отсюда москвич. Наша задача сейчас оживить москвич, качать колеса, завести его и, наверное, прокатиться. В разборе нам сегодня будет помогать вот этот мужчина. Также вы его знаете, как Никиту. И вы его, наверное, уже узнали по майке алкоголички. Здрасте. Наконец-то. Наконец-то я сюда к вам дошел. А что и черевичку все стер? Даже чешки стоптался, да. Блин, ребята, нам придется вам тут мне ботиночки найти. О, слушай. И завалить Никиту комментариями. Вот, во, во. И лайками. О, нашли новые. Да, новые подкрадули тебя нашли. Они слышат еще этот рибок. С пенопластом? Вообще. Я, наверное, добегу быстрее до дома. Приступаем к оживлению москвича. Проверили все жидкости. Все в норме, кроме тормозухи. Сразу привезли с собой новый аккумулятор. Скрываем атомный реактор коллайдера. О! А это что такое? Крысы затащили. В этот раз решили не мочить топливную систему и сразу завести машину с бутылки. Отключить бак. Машина стоит долгое время. Он явно там проржавел и очень много грязи. Так. Как думаешь, что это такое? Это что-то не везет. Вроде бы 7-6 бензин, а может и нет. Канистра с собой. Нальем сейчас в канистрочку чуть-чуть бензинчика. Скинем шланг, опустим туда хвост и погнали. хорошо, когда в гараже есть диагностическая пила для пробуравливания новых совершенно ровных идеальных отверстий. Накинули аккумулятор, подключили бутылочку с бензином. Сейчас проверим контакт. Нейтраль. Он завелся, ребята, с первого раза. Завелся с первого раза. Друзья, вы знали, что крипту можно не только инвестировать, но и использовать ее как средство для развлечения. Например, играть в лучшем лицензионном казино BC Game. Это место, где можно погрузиться в игры, делая ставки на спорт и киберспорт. Получать выигрыши в крипте прямо на свой кошелек. Регистрируясь по моей ссылке, вы получите до 300% первому депозиту в первые 7 минут и до 50 долларов за регистрацию, просто вращая колесо. Так что не упустите шанс, зайдите на BC Game и начинайте выигрывать и развлекаться уже сегодня. Тем более, проект является официальным спонсором сборной Аргентины по футболу и заслужил доверие миллионов игроков по всему миру. И, кстати, чуть не забыл, в чате BC Game каждые 6 часов не пропустите. Регистрируйтесь по ссылке в закрепленном комментарии или по этому QR-коду и получайте бонусы. Играйте и выигрывайте. А первые 400 человек, кто зарегистрируется по моей ссылке или по промокоду Махинатор получат бонус в виде 5 долларов на баланс. Машинка запустилась и это уже радует. Сейчас накачаем колеса, постараемся найти тормозуху и прокачать тормозную систему. Если у нас это получится, тогда мы на нем прокатимся. А может не прокатимся. В зарослях паутины ищем сосок и накидываем насосик. Насосик. Врубай. Как говорят знающие люди, двигатель на москвичах это копия двигателя BMW. Также установлен и похоже выглядит. Моторы эти были довольно-таки надежные на москвичах, насколько я помню даже из своего детства. Дедушки на них ездили, ездили и ездили бы. Но их время ушло. Выкатываем москвич. Пока на стартере. сцепления нету. Включили первую. Вот настолько у нас хватило аккумулятора. бутылка с бензином. Бутылка с бензином. Просто бутылка. Советский насосик ножной. фонарик. Фонарики. О, новый. Сумочка с причиндалами. Может быть, здесь еще что-то в глубине найдется интересное. Что бы могло такое вот это быть? Тар-та-ри-ни. Сейчас нам Никита пояснит по поводу вот этой крышечки. А, понятно. Скорее всего, это от редуктора что-то закрывало. Так как газовое оборудование здесь стоит, ну, скорее всего, итальянское. Судя по надписи. Данкратик. Запас. Даже какие-то ключи. Нет. Раз, здесь заначка. Баксы, баксы, баксы. Баксы. А-а-а. Ну, да, заначка. Баксы, баксы. Рассмотрели москвичок поближе, обнаружили, что он в редком исполнении таврия. Таврия – это цвет, об этом говорит нам вот эта бумажка, которая сохранилась. Также здесь еще записи предыдущего владельца, замена масла в агрегатах 20 июня 2012 года. Прошло уже 11 лет. Так, что еще здесь интересного? Стоит фаркоп и когда-то здесь, наверное, стоял газ. Мы, правда, не нашли баллона, но нашли вот этот вот хост, который, скорее всего, накручивался на газгольдер. И газгольдер стоял на баллоне, а сам баллон стоял за задним сидением. Так что, в принципе, можно поставить и экономить на бензине. Москвич. Всегда мне радовало это решение заливной горловины. Можно подъехать к колонке с любой стороны и спокойно его заправить. И почему сейчас отказались от такого решения, непонятно. Сейчас или слева, или справа. Кузов в очень хорошем состоянии. Нет ни одного рыжика. Пороги тоже все живые. Кузов в редком исполнении. Красный благородный цвет. Под шубой из медведя сохранился. Тоже, конечно, все это надо почистить. Вот так вот это все выглядит. Пробег мы еще не смотрели, но думаем, что он не особо большой. Резину придется поменять. Она долго стояла спущенная. И уже, наверное, пошла восьмерками. Салон тоже в прекрасном состоянии. Чистый, непрокуренный, непрожженный. Потолок. Нет плесени. Никакого грибка. Гараж вроде бы и подтекал, но в машине сухо. Были варианты и похуже мы встречали. Пробег 35 тысяч, но мы подозреваем, что это, наверное, второй круг. Сигнал не работает. Действительно чистая пепелка. В машине, наверное, не курили. Да. И чистый прикуриватель. Прикуриватель. В бардачке страховка от фирмы Макс. Правда, не заполненная. В каком году его использовали в последний раз, мы, к сожалению, узнать не можем. Вот, кстати, здесь карта газовых заправок Москвы. Газ все-таки стоял и им пользовались. Аккумулятор. И все. После осмотра этого автомобиля у нас теперь смешанные чувства. Изначально мы хотели его продать и избавиться от этой головной боли. А теперь есть мысли оставить его себе, привести в порядок и периодически на нем выезжать. Потому что с такой машиной все перовские цыпочки будут наши. А Перово – это самый элитный район в Москве. Переходим к разбору. Грузим мусор. Собираем чермет. Ну и детоли, которые мы найдем, будем вывозить отдельно. Нашли задний диванчик. Сейчас, подожди, отрежу. Снимаем чехол. А под ним... Девочка. Красный. Прекрасный. Диван с москвича. Но, правда, немножко тронутый плесенью. Мухами, крысами и тараканами. Можно почистить его. Да, сделайте им чистку своими руками. Блин, какой насыщенный благородный цвет. Куча сидушек на разные автомобили. Вот это сидушка от Жигулей. Ё-моё. Трай-банчик. С велюрчиком комбинированный. Так, одна сидушка. Немножко подмятая. Но, возможно, её можно будет подлечить. И Никита знает как. Ранние сидушки без дырок под подголовники. Ещё есть задний диван. Тоже на троечку. Да, на троечку. С подлокотничком. Вот так вот у нас выглядит. В общем, на данный момент мы имеем комплект салона на ВАЗ-2703. Выглядит ужасно, но если почистить, если бы не вот эти моменты... Винил не лопнул. Не прожжённый. Очень даже ничего. Здесь тоже целое всё. Радиаторы. Волга. Две штуки. Чулок. Задний мост на Москвич. Скорее всего, даже новый. Диски тормозные. Кстати, жигулёвские. Всё верно, да. Жигулёвские. Суппорт жигулёвский. Здесь даже написано вазик. Тазик. Балка передняя, наверное, тоже жигулёвская. И рычаги. А, верхние, нижние тоже на джигули. Или, как говорят, джигуар. Ободки фар. Чёрные. Что это может быть? Ераз. Ераз. Фонарики. Фонарики. Как в детском саду. Фонарики. На Волгу. 24. Она же 24. 10. И так далее. Во всех её проявлениях. Новые. Коробочка. Останкино. Раньше здесь была колбаска. А теперь у нас фары. БУ. Фары БУ. О! Эмблема ЛАЗ. С автобуса. Ивовский автомобильный завод. Который ныне, наверное, уже не работает. Но кто знает, ребят, подсказывайте. Клычки или задние фары? Клычки. Задние фонари. Москва. В общем, комплект. Коробочка с комплектными фонарями. Заднее крыло на... На Жигуле? Да, на Жигуле. На копеечку. Одиннадцатую, тринадцатую. И так далее. И сидушечка. Сидушечка. А чего у нас сидушечка? Никита говорит, что от москвича. Поверь на слово. Правда, без нижней подушки. Ах, какой приятный жёлтый цвет, а? Никита сегодня, рискуя жизнью, занимается высотными работами. Спустил очередную коробочку. А что в этой коробочке? Мы сейчас посмотрим. Ещё одна коробочка. Поиграем сейчас в поле чудес. Всё? Да. Что у нас? Красный октябрь. Рот в рот, рот в фронт. Так. Открываем и смотрим. Раз, два. Фу! Какая пыль. А тут запчасти. На что это похоже? На геразиков фонарики. Опять фигеразик. Новые. Здесь у нас колпачи. О-о-о-о. Огнище прямо. ЗМА. Завод? Малые троги. Автомобили, да. Задний фонарик доставать не буду, ребят, поверьте на слово. А вот и не клыки. Лючок бензобака. 21-го уровня. Бензонасос. Или фильтр. Бензонасос. Бензонасос, да. Бензонасос. И какие-то маленькие детальки. Здесь тоже что-то круглое. А, здесь у нас, здесь у нас воздушные фильтры. Я их чувствую. Это они. И книжечки по футболу. Интересный набор, конечно. О-о-о. Коробочка с нишечками. О, да. Плавничок на москвичок. Еще один плавничок на москвичок. Решеточка на москвичок. Короче, тут у нас лежит. Деталюшки на москвичок. Еще, кстати. О, МЗМа еще, кстати. Да. Колпачки, колпачки. Коробочка с колпачками. Я думаю, что это колпаки на Победу, наши любимые. Либо колпаки на москвич. 401. Похоже на москвичок. И, кстати, мы все в воде. Все в воде, да. Крыша потекает. Да, ребят, хотел вам показать, как сварен гараж, из каких труб. Трубы у нас все распиленные. Почему такие трубы, расскажу. Раньше в Советском Союзе нормальный материал купить было невозможно. Все доставали по блату. Или можно было взять какую-то некондицию. На заводах вот так пилили, ломали. Уродовали трубы, чтобы потом их можно было списать и продать. А из них сварить гараж. Не первый раз встречаем уже такое решение. Кто не знал, я рассказал. Теперь будете знать. Ребята, как вы знаете, мы создали пособие для тех, кто хочет приобрести гараж в личное пользование, зарабатывать на ремонтах гаражей или инвестировать в гаражи для последующей сдачи их в аренду. Для тех, кто хочет знать, как оплатить налог с перепродажей гаража и как можно законно избежать уплаты налогов. Для тех, кто хочет попробовать такой же бизнес, как у нас. Поскольку в последнее время к нам идет шквал писем и сообщений. Спасите, помогите от людей, кто перепродал гараж и попал на выплату большого налога. Или купил гараж для себя, но его собираются сносить. Что делать? Купил три гаража, а их сносят. Взял кредит, купил гараж, а руководство стоянки не разрешает его сдавать. Купил гараж задорого, а он оказался без документов на собственной. Хотя продавец заверял, что узаконить его можно без проблем. За 15 лет мы накопили немалый опыт в покупке, перепродаже, ремонтах и инвестициях в доходные гаражи. Наш курс позволит вам избежать множества дорогостоящих ошибок, а также сэкономить на услугах третьих лиц. Также, для тех, кто уже приобрел наш курс или только собирается это сделать, мы разыграем новый телефон Samsung S23 Ultra в зеленом цвете. Итоги конкурса мы подведем 1 июля. Купив курс, вы автоматически будете участниками конкурса. Ну а ссылочку я оставлю в описании под видео. Проверяем коробочки дальше. Никита рискует жизнью опять стоит с тремяночки. Ух ты! Какой подсвечник! Красивый! Ну, под подвесной. Пыльничек. 21 Волгу. Дожег. Целая коробка мелких хромированных запчастей на Волгу. Ну, также там встречаются резиновые прокладки под фары, под птичку, дворники, поводки. Самое главное. Целый маленький фринклс с деталюшками на руль от Волги, в которых часто покрывались коррозией. Сеточки от передней панели на Волгу. Две штучки. Резиново-технические изделия на Яразик. Брызговички, накладочки на педали, саленблоки, отбойнички, разные заглушки. О! А здесь что-то тяжелое. Вот так что ли? О! Петли. Да. И ручки. Пакетик. С пакетиками. Шучу. Пакетик с картами. Ох, какая красота. Литературные места. Центральная Россия. Карта. Похожа на Москву. Вот она наша. Нерезиновая. Какая она была маленькая. Конгресс. Маге. Москва. Посмотрим, какой год. 83-й год. Так, газетка. МК. Вот. 2000-го года. О! Ребята, дипломатия. Смотрите, какой был молодой Лавров. Разбираем остатки коробок. Трамблер. Не трамблер. Бензин. И что? Бензин-газ. Газ-бензин. О! Кнопка руля. О, смотри. Газ-бензин. Как раз. Переключалка. Может быть, даже от Москвича. От этого. Газ-бензин. Переключалка от руля. Три корочки. А в трех корочках? У-у-у! Птичка. Синичка. Волга. Вторая серия. Пакет. С лампочками. Новые. Влежний-дальний. Очередной новый фонарь. Не новый, но 407-й Москвич. С тремя секциями. Мечта реставратора, между прочим. И, как обычно, в залежах у нас лежит флажок. Да, орнамент флажка. Это еще не все. Также была излечена новая коробочка. Жигулевские попружинники. Чашки. Толпа. Это не тросики. Это не тросики. Это трубочки. Да, тормозные трубки. Как обычно, с классическим у нас и жанитиком уже. К сожалению, это можно выкинуть. Ибо для последующих сновок это непригодно. Они перележали. Открытки. 69-й год. Издательство Планета. Ромашки. Розы. Показанитесь. Розы. Кираж у нас протекал. Да. В общем, достаточно неплохо. Разбирая коробочки, я только сейчас обратил внимание на этот стеллаж. Сначала я думал, это обычный створной стеллаж, но потом обратил внимание на колесики внизу. Потом я вспомнил, что такие стеллажики передвижные я видел в старых советских магазинах. Здесь были маленькие полочки для хлеба. Подъезжала машина хлеб. Оттуда выкатывали сразу вот этот стеллажик с буханочками черного или белого хлеба и закатывали в магазин. Был потрясающий запах хлеба, муки. И вот такой стеллажик мы обнаружили в гараже. Интересно, сколько ему лет и как давно он здесь стоит. Эксклюзив. Такого уже нигде не найдешь. Никита все глубже взрывается в коробочке и находит все более редкие запчасти. Щеки. Вот это что такое, поясни. Это подпарник ГАЗ-21, первая серия. 56-58 год. Птичка. Одна, вот здесь вторая, зарытая. Наверное, уже все обратили внимание на надпись на стене. Гадаута. Что такое Гадаута? Это элитный курорт в Абхазии. Можно подумать, что мы на курорте, но это не так. У нас здесь пыль, грязь и крысиные какахи. Сморкаемся каждые полчаса. Пыли очень много, тополиный пух. Хорошо бы одеть респиратор, но если мы оденем респираторы, то мы не сможем комментировать. Приходится терпеть. Зеленая марка. Зеленая иномарка. Что в этой коробке? Смотрим. Опять пакеты. Рылюшка. Запчасти для того, чтобы... О! Нет, не то. Это не то, что нам надо. Но не в данный момент. А это мы, кстати, искали. Шланг для бензина. Бензостойкий. Как Никита сказал, найди мне бензостойкий шланг. В разбежь я его найду. Сейчас в иномарках везде уже трубочки. Очень много москвичевской резины, дисков. Здесь же мы обнаружили 4 баллона на 21-ю Волгу. В идеальном состоянии. Целый комплект. Салоны на москвичи комплектами. Это правда Волга. Желтый салон. Лимончик или персик. Хотя можно сказать цвет манго. Красный салон. Правда я не вижу здесь задней спинки. Или нижней спинки. А, вот это как раз задняя спинка. А вот вниз я не вижу. Но передние сидушки в хорошем состоянии. Красная сидушка. И вот еще одна. Полностью салон на Жигули. На старых сидениях можно обратить внимание, насколько простые они были. Нет никакой боковой поддержки. Нету подголовника. А это в первую очередь безопасность при ДТП. Это у нас москвич. Вот это Рафик или Еразик. Тут даже вот эта сидушка нельзя назвать. Это просто какая-то табуретка. Жигули 70-е года. Здесь ситуация чуть лучше. Есть какой-то намек на боковую поддержку. Ну, довольно-таки неплохие были сидения. Правда, тоже отсутствуют подголовники. Тарим бегемотика. Сначала вывозим хорошие вещи. Потом плохие вещи. Потом мусор. Коробка с панелью от москвича. Она, правда, развалилась. Здесь еще куча антенн разных. Трамблер в хорошем сохране. И еще трамблер. Здесь у нас приборочка. Чувствуешь. Чувствую. Чувствую ее. Так. Ху! Новая. Второй день разбора. Вчера мы вывезли все нормальные вещи. Сегодня будем вывозить чермет, запчасти, мусор. Ну, и вообще хотим сегодня закончить с этим гаражом. Сегодня в разборе нам будет помогать Катя. Также она хотела посмотреть машинку, которую мы нашли. Силу возраста она таких динозавриков не застала. И вот теперь у нее реально шанс оценить нашу малышку. Сейчас будем грузить мусор, собирать мусор и вывезем москвич. Своим ходом он не доедет, поэтому вызовем эвакуатор. Мулачка. Начинаем разбирать гараж. Кучу скидываем весь чермет. Под черметом мы понимаем старые запчасти от Жигулей. Ржавые. Все развитые. В живых оставим только задний чулок от москвича. Он новый, поэтому он еще послужит. Чуть попозже должен забежать Виталик. И также нам поможет собрать, соответственно, весь вот этот черметик. Бочка задняя от москвича. На стеллаже, кстати, деловой металл, который можно использовать. В свое время его приготовили, наверное, для полок. А может быть, это были остатки. Это мы оставим на подрезку ворот. Где-то на стеллажике все это пойдет. Труба 20 на 20 хорошая. В стеллажике притаилась коробка от 21 Волги. Ее оставляем. На них очень хороший спрос. Коробочка, практически автомат. Вот это ручной тормоз. Он же паркинг. Саня, смотри, мягкая панелька от какой-то машины. Ну, это, скорее всего, ЕРАЗ. Здесь как раз стеночка ЕРАЗа. Кроме вот этих стекол на Жигули. Хотя на Жигули они что-то мало похожи. Так, куда мы отнесем? Пока вот сюда в кучке дай. Пока мы с Катериной собирали мусор, Никита практически поменял старый бензонасос на новый. Старый бензонасос не хотел сосать. Прохудился, и вот здесь уже были пузыри. Бензонасос нашли здесь в запчастях, в коробках. Наверное, его хотели поменять, но руки так и не дошли. Сейчас его поменяем. И еще раз попробуем запустить нашего мышонка. Заморачиваться с качественным ремонтом сегодня мы не будем, потому как мы его проводим в любых условиях. Просто подкинем новый насос с новыми прокладочками. Допустим наш двигунчик и переместим наш автомобиль на стояночку, где мы будем производить все восстановительные работы по нашему любимому смычу. Поменяли бензонасос. Сейчас попробуем еще раз завести. Бензонасос мы приняли, но также надо поменять еще все шланги. Они лопнули, и то, что мы нашли, не подходит по размеру. Конечно, это можно было сразу продумать, но нам это не принципиально. В общем, подкинули бутылку, и сейчас заводим с бутылки. Так, кто быстрее разберет кресло? Никита или Катерина? Делаем ставки. Так, 10% уже разобрано. А Никита пока еще не продвинулся. Но, возможно, Никита пойдет сразу более крупными кусками. Так, Никита проявил у нас смекалку и взял лопату. Сейчас все наблюдают за нашей самодельной площадкой гнева. Есть комната гнева, где люди забегают и все ломают. Но у нас площадка по объему немножко меньше, зато на свежем воздухе, на природе. Давай, разделаем ее, каптурочку. Самец вышел на охоту. Помог Никита, как в той сказке. Пришел мне дети, все разломал. Что давать? Кому давать? Открывай. Творку сыра. Ехал с другого конца Москвы, блин. Да. Посмотри, московки приготовили. Пойдем посмотрим. Смотри новую машину Никита. Смотри. Сказка, просто сказка. Такое себе. И что? Тут у нас... Это все твое. Братишка, это все твое. Стены тоже? А потом путевку тебе выпишут. Как в Гадауту. А это где? А это где? Лучший курорт Российской Федерации. Угу. Может, слушай, у нас правда непризнанная республика, но все равно. Да, кучка так себе, конечно. Я думал, будет побольше. Придется докинуть еще. Я тут такие республики, уже на полтора тысяч. Это мотарки. Это девочки. Ага. Коробка моя. Вот так всегда, бля. Тихо, не поцарай под кузов. О, пошла. Гараж полностью освободили. Ждем эвакуатор, который заберет на свеча. Приехали на приемку. 8 часов вечера, полный форт. Оператор, он бедный, еле сидит. Задыхается вот. Итоги сдачи. В следующем видео мы займемся восстанавливанием москвича. Вы также не забывайте, переходите по ссылке в описании на наш курс и участвуйте в розыгрыше. Может быть, вам повезет, и именно вы выиграете этот телефон. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.